Я давал вьюерам, и они описывали, ну то есть, я давал как слепую цель вьюера. То есть в дистанционном видении большинство целей являются слепыми. Что это значит? Что человек изначально получает набор цифр, как такой цифровой вектор, указывающий на цель. Он совершенно не имеет никакой информации. То есть это называется слепая цель. И вот на курсах мы все будем работать с вами со слепыми целями, и может быть сейчас это звучит устрашающе, но вы сможете это тоже делать. Вот люди, которые есть, они все наблюдали, что это процесс идет, и что это возможно. И они считывают это. И вот я давал такую слепую цель своим вьюерам. Ну то есть при обучении. И они очень хорошо описывали, то есть они вообще не знали, о чем речь. То есть они очень хорошо описывали летающие объекты. И описывали там двигатели, и все такое. То есть я не нашел там в их описаниях ничего такого сверх, скажем, сверхреального. Но это было достаточно четкое описание летающих объектов. То есть, ну, описаны с точки зрения каких-то уже деталей конструкции. То есть, в общем-то, да, с помощью этого дело еще в другом. Понимаете, вот почему такого рода объекты считывать достаточно трудно? Почему? Да потому что это все равно, что дикарю считать, допустим, из каменного века обладая. Ну, представьте, что какой-то дикарь вдруг приобрел, ну, или там обладает с какими-то сверхспособностями. Он смотрит вот сейчас в наше время, и смотрит, что мы ходим вот с такими непонятными предметами, и он думает, что это какие-то камушки. То есть ему, конечно, всю эту технологию, что там какие-то волны, да, ну, это разумеется, для того, чтобы это знать, нужно пройти всю историю, ну, не знаю, физики. Да, ему освоить, да, там, считать ее дистанционно. Вот, поэтому это, конечно, невозможно. Поэтому вот на таком уровне мы можем описывать реальность только на том уровне, воспринимать, видеть ее даже, только на том, на котором мы ее можем принять, на котором мы ее с чем-то можем соотнести своим. Вот это главная задача для восприятия будущего, а и также очень-очень незнакома. Поэтому то, что описали мои вьюеры, они описали на том языке, на котором они могут описывать технические объекты. Они могли чего-то просто не увидеть. Самому лично мне тоже такие цели доставались, когда я обучался в Соединенных Штатах. Вот, я тоже описал вот на таком же языке. То есть на языке самолетов и вертолетов. Просто у нас нет другого языка. Может быть, там какие-то в этих, не знаю, объектах идут процессы, которые мы даже не можем вообразить, и, соответственно, вот у нас нет языка описания. Поэтому далеко в будущее смотреть трудно. Чем дальше это будущее, тем больше мы теряем язык описания. А прошлое? Прошлое смотреть до какого-то предела легко, но дальше мы тоже теряем язык описания, потому что мы даже представить не можем, что там могло быть и в прошлом. Поэтому, если мой личный опыт, именно в области НЛО, то я думаю, что да, они есть, да, они существуют. И, значит, я еще до дистанционного видения имел опыт погружения, вот действительно, в прошлой эпохе. Вот, мы это делали с одной иной группой, которая была, ну, очень серьезная такая группа, которая очень многое могла. Вот. И уже понимая, что эти люди, что мы вместе можем считывать достаточно хорошо то, что в настоящем, мы рисковали, значит, погружаться в эпоху динозавров, и даже у нас был такой материальный носитель, у нас была такая ракушечка окаменевшая, вот, с помощью которой мы, на которую мы настраивались. Мы настраивались на то, когда она жива. То есть у нас был вот носитель на несколько сотен миллион лет. Как показывал радиоуглеродный анализ, вот в том музее, в котором я его покупал, она существовала вот несколько десятков, или даже сотен миллионов лет назад. Вот. И как это ни парадоксально, но вот я совершенно не ожидал тогда этого увидеть. Но я увидел там летающую тарелку. Вот. И это были люди... И причем... Такой был интересный эпизод, что когда мы погружались в прошлое, один человек вытворил, один вьюер, совершил совершенно, совершенно, на мой взгляд, вот, ну, совершенно невменяемую какую-то вещь, которая... Которую я совершенно не могу понять, как пришла ему в голову, да, вот в том состоянии, когда он находился там. То есть получилась очень интересная история. Я наблюдал... Я увидел НЛО и увидел достаточно высоких людей, ну, метра 3-4 роста, вот. Улицы. А? Улицы. Возможно. Я вот в классификации слаб, вот здесь. Вот. Я увидел таких людей, они были в обтянутых серебристых одеждах, вот. Ну, и они что-то делали. И вдруг я увидел, что они как-то встревожились. А мы одновременно группой погружались в этот момент. То есть я причем не вижу. Мы разлетались, видимо, в разные места, да, и не понимали, кто где находится, вот там, да. Но это было не практика дистанционного видения, это было немножко другой практикой. Но с самого начала, вот, ну, я об этом расскажу, у меня было очень много параллелей с этой методикой. Уже вот как-то интуитивно найдено. И я увидел, что они чем-то встревожены, почему-то вот, ну, это не я их встревожил, да, а что-то еще. И они как-то вот очень себя беспокойно ведут. Когда мы вернулись, вот, один наш видеорг начинает рассказывать историю, как он увидел вот таких же людей. И у них были сзади такие вот небольшие, как бы, вот, ну, как у космонавтов, понимаете, видимо, какие-то, не знаю, что-то сзади, какой-то вещь-мешочек был. Он начал этот вещь-мешок с него сдирать, пользуясь тем, что он невидим, видимо, для них. Вот. Я до сих пор не могу понять. Всю ночь после этого он не спал. И он, значит, ну, там двое ребят, на самом деле, молодой человек с девушкой. И молодой человек с девушкой. И они мне позвонили, буквально там в 5 часов утра, и говорят, вы не можете вот с нами сегодня в офисе, там, часов в 9 встретиться, потому что мы вот всю ночь не спим. Вот. Алексей там в шоке, да, и он не может понять, что с ним происходит. Вот. И, в общем, мы встретились с ними в офисе, ну, и, в общем, попытались как-то сформировать телепатическое послание и направить вот тем людям. Вот. Ну, для меня это все на грани, я не знаю, как это воспринимать. Я, как бы, достаточно реалистический человек, да, и я люблю быть на твердой почве. Вот здесь я не могу сказать, что это твердая почва, когда я рассказываю об этих вещах. Ну, если вопрос был задан, вот я старался с ним ответить. Вот. Но это не главная, скажем так, область применения вьюинга, потому что вьюинг работает в большинстве с обратной связью. То есть, что это значит? Что то, что мы увидели, нам, то, что мы считали, нам потом показывается. То есть, вот, по крайней мере, все тренировки вьюеров так идут. То есть, нам показываются фотографии тех объектов, или местности, или людей, да, которых мы считываем, и так далее. То есть, это называется обратная связь. Вот. Это очень важный элемент. И одно время у американцев была даже такая концепция, что вьюинг без обратной связи невозможен. Но вот здесь ее, конечно же, нет, да, потому что мы не можем чем-то другим подтвердить, что вот есть такие, там, летающие тарелки, там, ну, то есть, у нас есть, конечно, какие-то фотографии, там, но все это пока очень-очень зыбко, и, ну, как бы, нет такого, что мы пришли, и нам показали в музей вот вам вот эта вот летающая тарелка, вот эта вот астронавта. Субтитры создавал DimaTorzok